Привет всем, с вами канал Болливуд. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ставим пальчик вверх этому видео. Амитап Бачан – индийский киноактер, продюсер, телеведущий и бывший политик, известный своими работами в Болливуде. Он родился в семье известного индийского поэта Хариванша Рай Бачан и Теджи Бачана. У него также есть брат по имени Аджитабх. Он учился в Алахабадской средней школе для мальчиков, а затем он пошел в Шервудский колледж на Нитал, где он специализировался в искусстве. Позже он продолжил обучение в Делийском университете и получил степень бакалавра естественных наук. Он получил приглашение в Болливуд после рекомендательного письма от премьер-министра госпожи Индиры Ганди, так как был другом ее сына Раджива Ганди. Именно так он вошел в Болливуд. Он женился на Джаи Бхадури, у них двое детей, Швета и Абхишек. Он дебютировал в 1969 году в качестве диктора в фильме Пхуван Шоме. После этого он получил свою первую актерскую роль в качестве одного из семи главных героев в Саадхиндустане. Этот фильм не принес ему успеха, но дал ему свою первую национальную кинопремию за лучшего новичка. Затем, в 1971 году он снялся в качестве актера второго плана в фильме «Аннад» с Раджешем Ханой, который снова дал ему приз за лучшую мужскую роль второго плана «Филл Фарм». Позже в том же году он сыграл свою первую негативную роль в «Порвании». В 1973 году он сыграл роль инспектора в фильме «Зенджит». Он был номинирован на лучшую мужскую роль в этом фильме. Позже в этом же году он женился на Джаи Бхаду и снял вместе много фильмов. Затем, в 1979 году он превратился в певца и спел песню из фильма «Мистер Натфаар». Он снова был номинирован на «Филл Фарм» лучшим актером Эдвард. 26 июля 1982 года во время съемок фильма «Кули» в университетском городке Бангалора Бачан получил почти смертельную травму кишечника во время съемок сцены драки с актером Пунитом Исаром. Он выполнял свои собственные трюки в фильме, где он должен был упасть на стол, а затем на землю. Когда он прыгал на стол, его живот ударился об угол стола, и он был ранен. Затем он решил сделать перерыв в кино и вступил в сферу политики, чтобы поддержать своего давнего друга Раджива Ганди. Он выступал от имени Аллахабад против Бахугуны, бывшего главного министра штата Утар-Прадеш, и одержал одну из самых высоких побед в истории всеобщих выборов. Затем, через три года, он ушел в отставку. Однако, за его отставкой последовало вовлечение Бачана и его брата в бофорский скандал с помощью газеты, на которую он поклялся подать в суд. В конце концов, Бачана признали невиновным причастности к этому. Снова в 1988 году он вернулся в Болливуд и начал сниматься в фильмах. Его фильмы стали хитами, и он выиграл свою третью награду за лучшую мужскую роль в кино. Теперь он стал продюсером во время своего временного выхода на пенсию и основал компанию под названием Amitab Bachan Corporation. В 1996 году, в 2000 году, Бачан перешел на малый экран участвовать в игровом шоу, также продолжая сниматься в фильмах и получая награды. Дхар Мендра – индийский киноактер, продюсер и политик. В 1997 году он получил награду Film Farm за вклад в кинематограф Хинди. Он родился в Хабхаре, штат Пинджаб, в семье Сикка. На пике своей кинокарьеры он считался самым красивым актером Болливуда и кумиром молодежи. Он считается одной из самых больших суперзвезд Болливуда. Он был членом 14-го Локсабха Индии. Он представляет избирательный округ Беканер в Раджастхане и является членом политической партии Пхаратия Джаната. Недавно он был удостоен премии «Пожизненные достижения» за вклад в кинематограф Хинди. Он прославился как пинджабский актер, снявшийся более чем в двухстах фильмах на Хинди с начала 60-х годов. Он женился на Пракаш Каур, а позже на актрисе Хеме Малени. Он отец актеров Сани Диола и Бобби Диола. У него также есть две замужние дочери – Виджета и Аджита. Он также является отцом актрисы Эши Диол и Аханы Диол – дети от Хемы Малени. Тхармендра снялся в большом количестве хитовых фильмов в Болливуде и считается живой легендой. В начале своей карьеры он обычно выступал в роли романтического героя, а позже в 1974 году в роли героя-боевика. Его самая успешная пара была «Схемой Малени», с которой он снялся в целых 27 фильмах, из которых 20 более популярны. Большинство из этих фильмов были хитами, которые в свою очередь побудили продюсеров снимать их в романтических фильмах в 70-х годах. Хармендра снялся во многих комедийных фильмах. Он также отличается тем, что является актером с наибольшим количеством хитов в Болливуде. Он снялся в более чем 60 фильмах, которые впоследствии стали хит-парадом «Золотой юбилей». На пике своей карьеры он был признан одним из семи самых красивых мужчин в мире. После нескольких лет перерыва в актерской деятельности с начала 2000-х годов, а также видя успехами этап Кабача. В этой отрасли он начал появляться в кино в качестве характерного актера. Его фильмы 2007 года имели успех в прокате. Он появляется с обоими своими сыновьями – Санни и Бобби – в первый раз. Хармендра женился дважды и содержал обеих своих жен. Его первый брак был заключен с брака Кашкаур в возрасте 19 лет в 1954 году. Его вторым браком был с болливудской актрисой Хемой Малини. Говорят, что они влюбились друг в друга на съемках фильма «Шалай» в 1975 году, хотя вместе сняли много фильмов до и после «Шалая». От первого брака у него есть две дочери, которые обосновались в Калифорнии, и два сына, которые также являются успешными актерами Санни Диол и Бобби Диол. От своей второй жены Хемы Малини, на которой он женился 2 мая 1980 года, у него есть две дочери – Эши Диол актриса и Ахана Диол. Его племянник Абхай Диол тоже актер. Хармендра официально заявил, что не считает киноиндустрию Мумбай подходящим местом для девушек. Его не смущало, что его сыновья Санни и Бобби присоединились к индустрии, и он громко выражал свое неудовольствие по поводу выбора профессии его дочери Эши. Он также активно занимается политикой. Митхун Чакраборти – очень популярный и влиятельный киноактер в индийской индустрии шоу-бизнеса. Он также предприниматель, певец, продюсер, социальный работник и политик. Митхун – актер, который в основном появляется в фильмах на хинди Бенгали. Он уже снялся более чем в 350 фильмах и трижды получал национальную кинопремию за выдающуюся актерскую игру. Митхун Чакраборти родился 16 июня 1950 года в Бангладеш. Он учился в колледже Шотландской церкви Калькутти и окончил его. Затем Митхун поступил в Институт кино и телевидения Индии Пуна. До прихода в киноиндустрию он был максалитом. В его жизни произошел трагический инцидент, его брат был убит электрическим током и умер. Трагедия очень сильно ударила по его семье и ему самому. Митхун Чакраборти дебютировал в киноиндустрии с фильмом на хинди «Королевская охота» в 1976 году режиссером Мриналом Сэром в фильме. Его игру оценили, и он получил национальную кинопремию за лучшую мужскую роль. Первый раз Митхун женился на Хелен Люк, но брак оказался неудачным, и они вскоре развелись. Митхун Чакраборти снова связал себя узами брака с бывшей актрисой Индии Югиты Бали. У супругов есть три сына и дочь. Его старший сын Махахша Чакраборти актер. Митхун Чакраборти был романтически, связан с актрисой-серсеткой Болливуда Шридеви Капур. Она требовала от актера развестись со своей женой. Позже Шридеви разорвала отношения, так как Митхун не развелся со своей женой. Говорили также, что они тайно поженились, но Митхун отрицал это. Сейчас Митхун продолжает сниматься и участвует в шоу. Вечно молодой актер Анил Капур родился 24 декабря 1956 года в Мумбае, Индии. Он один из самых талантливых актеров индийского кино. Кроме того, он также является кинопродюсером, телевизионным актером и певцом, который работал в индийском кино и за рубежом. Он не только один из самых талантливых актеров, когда-либо созданных индийским кинематографом, но и является благословением для режиссеров, с которыми он работал. С самого начала своей карьеры он давал хиты своим режиссерам. Начиная с 1979 года актер дал несколько изумительных ролей в фильмах. Все его фильмы довольно хорошо зарекомендовали себя в прокате, что помогло ему получить признание в индийском кинематографе и за его пределами. Среди всех фильмов, которые он сделал, «Мистер Индия», возможно, был его лучшим фильмом на сегодняшний день. Он один из тех актеров, которых никогда не критиковали за то, что они играют стереотипные роли. Он также работал в киноиндустрии Тилуку, Канада и Малаям. Этот актер-ветеран оставил свой след и в Голливуде. Он сыграл эпизодическую роль в фильме Тома Круза «Миссия невыполнима. Протокол призрака». Он также снялся во многих известных американских телесериалах под названием «24». У него есть три брата и сестра, в том числе два брата. Болливудский киноактер Бонни Капур, женат на актрисе Шридеви, актер Санджай Капур и сестра Рина Капур. Он женат на художнице по костюмам Сунити Капур. У супругов двое дочерей по имени Санам Капур и Ре Капур и сыном по имени Харшвардхан Капур. Реши Капур – индийский болливудский актер, кинопродюсер и режиссер, родившийся в Мумбае. Капур является вторым сыном известного кинорежиссера и звезды Раджа Капура. Реши Капур впервые дебютировал в фильме своего отца 1970 года «Меня зовут Джокер», сыграв роль своего отца в детстве. Реши Капур сыграл свою первую главную роль в Сдимбл Капади в популярном фильме 1973 года «Бобби», который сразу же стал хитом среди молодежи. С тех пор он снялся в сотнях фильмов. Он играл главную роль романтичных героев до 2000 года. Реши Капур обручился с Нету Синг, с которой у него было несколько хитов – 13 апреля 1979 года, а затем женился на ней в 1980 году. У них двое детей – Ранбир Капур, который тоже актер, и Ретхима Капур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова